На 39% снизилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ в первом квартале 2018-го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие цифры прозвучали на заседании антинаркотической комиссии Щелковского района. Меры противостояния наркотической зависимости обсудили на очередном заседании профильной комиссии в районной администрации. Представитель межмуниципального управления МВД России Щелковская рассказал о мероприятиях по борьбе с оборотом наркотиков в районе за последние три месяца. В их числе операции «Сообщи», где торгуют смертью и наркопритон. Сотрудниками отделения наркоконтроля вылили факты группового притоносодержания в городе Щелково. По новому факту, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по призыву состава преступлений, предусмотренного частью 2 статьи 232 УК РФ. Как отметил заместитель главы администрации Евгений Петеримов, значение в раскрываемости фактов таких преступлений также имеет программа «Безопасный регион». Сейчас «Безопасный регион» стартует. Пилотный проект у нас скоро будет. И мы все-таки начнем оснащать подъездами видеокамерами, что в дальнейшем поможет нам, скажем так, и сотрудникам МВД вычислять эти места злачные наркопритонами. Особое внимание на заседании комиссии уделили мерам профилактики наркотической зависимости. Работает Центр психолого-педагогической помощи населению Янтарь, где осуществляется консультирование граждан. Действует единая круглосуточная служба телефона доверия и единый общероссийский телефон доверия. Анонимная помощь по телефону – одна из наиболее эффективных и доступных форм социально-психологической помощи населению. Также общепризнанный лучший метод профилактики наркозависимости среди молодежи – это вовлечение подрастающего поколения в сферу культуры, досуга, дополнительного образования и, конечно же, спорта. Им в Щелковском районе занимаются более 90% детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. Работа в данном направлении ведется и в рамках программ образования. Ребята, которые у нас в группе риска, за ними, за всеми закреплены преподаватели. Они находятся и контроли осуществляются как в образовательных учреждениях, так и в семьях. И вот сейчас у нас, мы накануне нашей летней оздоровительной кампании, в оздоровительные лагеря, которые будут и на базе образовательных учреждений, и на базе наших лагерей «Это лесная сказка», и на армеец, там будут эти ребята. Благодаря такой работе Щелковскому району также удалось войти в тройку лучших в Подмосковье по внеурочной занятости молодежи. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Потому что я...